Система знаков и условных оповещений позволяет нам понять то, что можно объяснить и без слов. Существуют дорожные знаки, напоминающие водителям, что на проезжей части пешеход. Но ведь он может быть и незрячим. 15 октября, во Всемирный день Белой Трости, сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд на улицах нашего города. Подробности далее. Мы все знаем еще со школы, как выглядит разрешающий сигнал светофора. Зеленый человечек, который говорит нам о том, что можно начинать движение. Но что делать тем, кто не может самостоятельно определить, когда движение по пешеходному переходу разрешено, так как увидеть светофор для них не представляется возможным? 15 октября – Международный день Белой Трости. Именно поэтому сотрудниками ДПС было принято решение провести рейд по привлечению внимания общественности к людям, для которых свободное перемещение по городу является более сложным, чем для условно здоровых. 15 октября – это пасмурный осенний день. И, к сожалению, факт и вещь упрямая, но наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Поэтому, тем более, мы сегодня в этой акции вручаем нашим пешеходам, которые используют белую трость, светоотражающие элементы – жилетки, фликеры. Эти элементы, они в темное время суток помогут нашим пешеходам быть заметными, а значит быть в максимальной безопасности. Эта акция проводилась совместно с общественной организацией Ленинского района «Красный крест». Сотрудники ДПС вручили такие же наборы другим участникам движения. В городе Видное многие светофоры оборудованы звуковыми сигналами, бордюры выкрашены в яркие цвета. Всё это даёт возможность слабовидящим и слепым людям легче ориентироваться на улицы города и чувствовать себя полноценными членами общества. Белая трость – не просто символ людей с ограниченными возможностями, это их глаза. Не зрячий с помощью неё может понять окружающую его обстановку, определить нахождение бордюрного камня, тип покрытия дороги, обойти яму, люк. Полина – инвалид по зрению первой группы. Она может передвигаться по городу самостоятельно. Просто для чувства полной безопасности девушке надо немного больше вспомогательных элементов, чем нам. Как правило, слабовидящий человек строит себе маршрут и изучает сначала маршрут сопровождающих. Только потом он уже сам, основываясь на отмеченных для себя ориентирах, передвигается. В нашем городе, в принципе, и звуковые светофоры, и крашеные бордюры, и очень много удобств для слабовидящего человека. В этот день сотрудники ДПС пытались показать участникам движения на наглядном примере, с какими сложностями может столкнуться человек с ограниченными возможностями, передвигаясь по городу. Мы часто по незнанию или по странному убеждению, что обидим вниманием, проходим мимо и не пытаемся предложить свою помощь, не понимая, что равнодушие обижает гораздо сильнее. Но помогать тоже надо грамотно. Не надо слепого хватать под руки, тащить, пошли я тебе помогу. Главное направиться, спокойно подойти, спросить, может чем-то помочь. Если слабовидящий человек нуждается, он, конечно, скажет, помогите мне прийти дорогу, можно я его возьму за руку. А когда начинают тащить, человек теряется, он быстрее упадет и может покалечиться. Самое страшное в жизни, вообще на проезжей части в том числе, это примета нашего времени, это равнодушие. И мое пожелание людям, которым Бог дает все возможности, в том числе и здоровье, чтобы они были внимательнее к тем людям, которые имеют ограниченные возможности. Им так необходима наша помощь, наше участие, наша поддержка. Тем более в этом потоке интенсивном на проезжей части. Как бы мы не были заняты или увлечены собой, стоит помнить, что жизнь в социуме не позволяет отстраниться от реальности, где есть люди, которым необходимо чуть больше дополнительных условий для комфортного существования. Екатерина Чернышев, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжение следует...